Номер 2 Соответственно, при любом расположении защитников эти два попадающих удара большая вероятность принесут на матч Если у вас защитник здесь стоит на 4 метрах, правильно? Ему сложно куда добираться, сюда добираться Там тоже самое Чем хороша эта зона? Здесь у нас мяч летит в этого игрока а попадает в зону ответственности этого игрока Пока они разберутся, кто будет играть этот мяч пройдет много времени, мяч и уходит Ну и, соответственно, стандартная радуга через игрока Если у нас остался блокирующий блокирующий здесь, открывает линию там защитник Стоит Вот таким вот образом Опять, если выполнять четко два из них удара То есть большой вероятность, что мы не говорим Точно так же и с двойки Абсолютно симметрично Да, мы относительно своей точки съема Рисуем линию в угол И намечаем себе Здесь одно пятно Там другое И учимся туда попадать Это понятно? Отлично Сейчас мы опять то же самое упражнение делаем Стараемся Разговаривать друг с другом Для того, чтобы вам было удобнее нападать С конца Чтобы вам было удобно нападать Вы можете получать невысокие передачи Про подброс мы уже говорим Вы делаете сами себе невысокий подброс, чтобы было удобно нападать То же самое вы можете делать с передачи Вы можете получать невысокую передачи Чтобы вам удобно нападать Как можно запомнить Чтобы получить невысокую передачу Что надо сделать? Принять ближhui Во-первых, принять Во-вторых, нужно прийти По сути А в-третьих, вы идеальное Заказать передачу По сути, знал, что вы ждете от него невысокый передач Может быть, он умеет Вот идет у него в конек Вызокый передач А он не знает, что она вам нужна они выполняют эту среднюю вот такую вот разводку. Скажите им, чем больше вы общаетесь на площадках, даже если вы не можете что-то стимулировать, у себя невысоко, рядом и так далее, просто вычитывайте что-нибудь, что не сдавайте какие-нибудь звуки. По этим звукам ваш пасующий поймет, что вы к нему подошли, и не будет у вас высоко пасущего. Дальше. Постарайтесь держать сейчас вот эти два направления. Мы выходим, поворачиваемся в угол, разворачиваем кисть туда, и работаем перед-зад, перед-зад. Не попадаем снеговиков. Теперь мы розыгрыши играем до конца. Постарайтесь, после своего нападения все время пришли к сетке, дождались второй передачи, пришли отверстия. Работаем пониже. Погнали! Давайте с той стороны у вас наброс, розыгрышем до конца. Давай начнем штаб. Розыгрышем до конца. Сначала мы делаем то же самое, да? Пытаемся заработать очков. Без прыжка, только без прыжка. Мы все нападение без прыжка делаем. Работаем. Все нападение без прыжка. Найк, не сдавай! Суперплазь! О, как жалко наедите! А, мы сюда действуем, и я надержу туда. Дай, какой счет? Вон... Кроме. Давайте на схемах. Чувству быстрее! Держим свои позиции Как мы стоим в защите? Помним? Как мы стоим в защите без сильных нападающих ударов? 4 метра боком Давай, стоим, 4 метра боком Боком, боком Стоимся, стоим, бежим Давай, давай, давай Ура! Сетка, кто у вас будет? Сетка, все время ходить Сетки от сетки, сетки от сетки Давайте, примучаемся же бегать На конец, переброс Давай, давай, сетки кто? Сзади Защите ставим ниже Катя, Саша, очень высокая передача. 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 Смотрите, что у нас происходит с мячом, мы уже, по-моему, это проговаривали, но еще раз. Все, что вы делаете рукой, все это в конце, перед касателем, все передается в мяч для движения. Но, если вы в последний момент приходите к мячу, у вас еще добавляют импульс от тела, вы тело разогнали, у вас рука прикреплена к телу, соответственно, вы делаете движение общее и весь импульс, который вы хотите. Если вы нарочно не гасите, у вас падает мяч, траектория, если вы ее исполняете, пытаетесь исполнить короткую, она получается длинной. Поэтому стараемся идти раньше. В одном метре, например, под предполагаемой точкой обработки мяча. Быстро прибежали, делали замах, посмотрели, обратно на мяч. Вот этот доход за мяча должен быть максимально быстро. Выделили передачу, выделили под мяч, посмотрели, ударили. Не ходите, пусть больше. Так вот, садитесь. Бегайте. У вас вам разбег на нож. Нападайте без мяча. Ходите. До сих. Погнали. На! Хорошо. Я покажу сейчас мы с вами. Вот следы. Сколько не хватило, Саша, чтобы достанет мяч? Машак. Погнали. Сколько там не хватило Вот там на месте Вот так Вот шаги Вот Саша убежал до сюда А должен был убежать до сюда Мы контролируем всю поляну Опять, еще раз, смотрите Для чего мы ходим к сету Вот один раз У нас не было вопросов Вероник, давай Ты приходишь в атаку Как я показал? Если у нас нет блокирующих Я поворачиваюсь сюда И вижу, что нет блокирующих Здесь я делаю как бы передачу Вероники Я делаю вот так вот Если дальше перелетает, она там тыкнет Если дальше перелетает в другую сторону Все, там защитник никакой не успеет Именно для этого здесь находится у нас блокирующих Именно для этого Потом мы будем ставить блок в том же месте И первым касанием можно было Не прыгай, не прыгай Все внимание на доходный мяча Я не прыгаю Нет, нет, нет Сейчас, верай не будет Нет, нет, нет Еще раз Вы должны работать в связке Если ты делаешь невысокую передачу Саша должен ближе ждать Вот в этом я же говорю Если высокая передача Можно ждать хоть в шестом метре Если успевает человек добежать Просто разыгрывайте невысокие мячи С быстрым доходом до точки обработки мяча Вперед, вперед, Юля Бежим Вперед, ускорение Сейчас уже вчера курс Подавай Один шаг сделал, а врать Еще, еще, еще Давай, 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 молодец Так, ставим ниже Ниже, ниже, ниже Давай Без прыжка У меня У меня Мяча Крюшаем Я ее, знаете, с кремом Сибириный корчик Знаешь, убирают масло Добавься, что-то надо Один раз Чесать масло Дети собирают Да Я видела, что это У кого-то есть У меня у Марта Ваши раздень Раньше руку доставай, Юля У тебя было, Лен? Раньше, раньше, раньше Раньше разбор Очень долго вдвоем бежали Некоторые табакуру Смещали, поэтому не добежали Разбор раньше Как только мяч вылетел С противоположный Сразу разберите Не ждите, пока он к вам Может и не быть Бежать А я сейчас убила Какой-то Типок С конфеток Пилин Я думала, чем мне это убрать Больше Это не террка Нет, они Это не тяга Нет Это не чеш Это не чеш Это не чеш Это не чеш Мне помогает Ближе к себе, ближе к себе, ближе к себе, так, еще один мяч и смена. Ближе к себе, ближе к себе, ближе к себе. Ближе к себе, ближе к себе, ближе к себе. Сначала собираемся сделать следующим образом, когда вы делили мяч, вы бежите сюда, приготовили заранее. Руку здесь, здесь, где вам удобно. Приготовились заранее. Выходим, стоим, еще утаку некоторые делаем, и потом выносят. То есть у вас еще раз, вы не прыгаете, разбег не нужен. Пришли сразу раз, раз, два. Давайте, погнали. Да. Как это делали? Сейчас она балкает. Ну, там все. Бегай, 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 бегай. И клиника бывает. И нафи сделает там. Как это делали? Да. Ну, типа нафи, свет. А, это самое главное. Зачем хорошего. И в Китае. Муром, мячик и мальчик. А ты куда ходишь? Играем, играем. Спасибо. Бежал, бежал, бежал. Вот, вот, отлично. Руку вовремя достаем. Играем. 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 С Bet-бругом. Вот. С рукой снизу пришел, Илья. Хочется. Вот, хорош, хорош. Молодец. Илья, с рукой снизу пришел к мячу. Понял? Я тянулся, не вот. Прибежал, руку поднял. Входим в руку заранее. Внизу защита. Перебросы к сетке. К сетке бежим. Лицобой, Ром. Поднимай, поднимай локоть. Локоть поднимаем. Молодец. Надо передачу давать сразу. Сейчас еще раз. Езжаемся. Заранее. Давай, давай, давай. Готовим спектр. На камеру зацениваем. Баба села на герой. Вовремя. Ногами. Баба села на герой. Иду, иду. Хорошая. Молодецкая минута. Давай, две минуты, ладно? Неужели? Да-а-а-а-а-а-а-а-а? Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а? Да, ну, это красно. Ну, вставай! Ай! Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка На будущем. Многим работа на точность, работа на точность мешает прыжок. То есть точность у человека сейчас на какой-то уровне волейбольного развития лучше при нападающем ударе без прыжка, чем при нападающем ударе. Если вы понимаете, что прыжок вам может не добавить силы, то есть вы не снимете все равно выше троса. Ну, например, передача вот здесь. То есть смысл прыгать, чтобы опять сделать вот такую пологую траекторию в игрока, если вы пробиваете этого игрока, то там совсем стоит защитник, тогда да. Но в среднем вам лучше сюда дойти, зафиксироваться и отсюда поработать. Либо по задней линии, либо по передней линии и так далее. Теперь вопрос. Как вы можете повлиять на точность нападающего удара без прыжка? Сами. Еще. Еще. Повторениями. Смотрите, теоретически мы все остальные тренеров, которые у нас есть, мы можем посвятить вот эту попадание. Убирайте точку А, убирайте точку Б. Ну это тут очень скучно, очень нужно, но этим нужно заниматься. Я к тому, что вы сами этим должны. Если вам это нужно, если вы хотите улучшить свое точное нападание, работать с волейбольным мячом, нужно это не надо. Это очень нужно. Прямо, крайне. Но никуда не держит. Соответственно, опять же, по турниру все успел увидеть. Кому? Очень много нападающих ударов в руки, потому что поздно, когда человек приходит к мячу, он нападает, он туда-туда бежит. Это очень предсказуемый удар. Если у вас нет сильного нападающего удара, который пробивает защитника, который стоит, он не очень эффективен. Нужно реально очень высоко прыгнуть, чтобы ложиться так, чтобы его положить. Поэтому, пока мы сосредотачиваемся на точности. Что мы еще можем сделать? Тычки, скажем, мы будем сам проходить. У многих игроков без прыжка или в прыжке. Точность нападания в стяжках лучше, чем в мячах. Потому что они все время пытаются скользить волейболь. То, что мы сегодня пытались скользить волейболь. Мы можем и поможем нападающих удар делать без использования. У нас какая задача в целом волейболь? Увеличить эффективность нападающих действий. Вы должны понимать, какие удары максимально точные у вас сейчас на данный момент. И их используем. Точно. Не сильные, точно. И мы, соответственно, работаем над каждым из этих ударов. Короткий накат на точность, длинный накат на точность, короткий плечок, длинный плечок. И потом может что-то у нас поменяться. Мы работаем над коротким мячком. Работаем, работаем, работаем. И понимаем, что это максимально у нас сейчас точно. Все, мы переключаемся в игре на самую эффективную нашу стрессу. Перебивание мяча в снеговика – это инструмент в очень малой стрессе. Все молодцы. Ну что сказать? Все молодцы сейчас. Мы возвращаемся в 마지막 субтитрах. Меня поддержим lại下面 без ASS bees. Ну что, тем самым, не discrimin 싶은 тем. Что касается в начале. Как накладите мяча на которой? Лжи П Commonwealth И вы ее обер disadvantages с поменящими. Да. Ты замечаешь, да? Да. Да. Все, уходим. Другой, блядишь. Другой, стой. Другой, стой. Нормально еще разобрекала. А, подожди. Ну ладно, просто. Бабча. Бабча еще нормально разобрекала. Ух ты, ё! Субтитры сделал DimaTorzok